Дипротодон от латинского diprotodon Вот так вот звучит в варианте гугл-переводчика Это самый большой известный сумчатый зверь, когда-либо обитавший на земле Он принадлежит к так называемой австралийской мегафауне Группе необычных видов, живших в Австралии в плейстоцене Приблизительно от 1,6 миллионов лет до 40 тысяч лет назад Кости дипротодонов, включая полные черепа и скелеты, а также волосы и следы Были найдены во многих местах Австралии Иногда обнаруживаются скелеты самок вместе со скелетами детенышей, когда-то находившихся в сумке Дипротодоны населяли редколесья и травянистые равнины Возможно, держались у воды Питались листьями деревьев, кустарниковыми растениями и в некотором количестве травой Речь идет не о динозаврах, и трава тогда уже была Самые крупные экземпляры были размером приблизительно с бегемота Около 3 метров в длину, около 2 метров в высоту в холке И средняя оценка их веса примерно 2800 килограмм Ближайшие ныне живущие родичи дипротодону это вомбаты и коала Вомбаты такие прикольные зверушки, вставлю сюда вот картиночку Себе бы такого завел, такой пушистый колобок Поэтому иногда дипротодонов называют гигантскими вомбатами Существует австралийская легенда о буньипе Именно так звучит это слово Буньипе Чудовище, якобы населявшим австралийские болота Возможно, обнаружение австралийскими аборигенами костей дипротодонов Послужило основанием для легенд Теперь немножко о буньипе вам расскажу Буньипе это животное, якобы обитавшее в болотах, биланбонгах, ручьях, руслах рек и других водоемах Существует множество описаний этого существа Подчас весьма различающихся между собой Как правило, в рассказах аборигенов всегда фигурирует хвост вроде конского, ласты и клыки, подобные моржовым По ночам якобы можно услышать ужасающие крики этих существ Когда они едят других животных или людей, неосторожно приблизившихся к их укрытию Их любимой едой, по представлениям аборигенов, являются женщины Есть вот такой вот рисунок от 1890 года, изображающий буньипа, пожирающего человека из газеты «Австралийские новости» Также есть еще одна фотография, тоже довольно старая 1935 года, неизвестного художника Нельзя также исключать, что последние дипротодоны вымерли уже в исторические времена А также, что появление на материке человека стало одной из причин их исчезновения Из интересных фактов хочется сказать, что есть даже стих Роберта Н. Ганна А песня о дипротодоне На английском звучит как «Life of the Diprotodon» Написанное в 1885 году Ссылочку на нее я оставлю в описании Дипротодончик, давайте мы его соберем Это уже последний, последний, который у меня остался в инкубаторе Остальных я уже вырастил и даже прокачал Дипротодон Вот такой, вомбат переросток Погнали Двойной щелчок и вот такой вот наш зверь, ребятки Так Это у нас первый уровень, ну очень похож так вот немножко на медведя, да Но лицо, конечно, непонятно на кого похоже А зубы так вообще, передние, передние вообще реально резцы, как у грызуна Так, двадцатый уровень, немножко появилась раскрасочка И тридцатый уровень, это у нас, судя по цвету, как видите, редкое существо Ну и пока что ничего особо не поменялось Что на первом, что на тридцатом уровне Ну и показатели вы видите Погнали качать, давайте посмотрим, что он тут есть у нас Да, как у нас там было по теории, что он, скорее всего, водился вблизи водоемов Но насчет того, что он был плотоядным, мне википедия не писала Ну, зубки такие, да Зубки такие, что позволяет, как минимум, кушать всякую там падаль, ну или ту же рыбу Прикольно, такой прям крупный план у нас, смотрите Нормас Может стоит сделать картиночку такую Только когда он будет уровня повыше Так, качаем на двадцатый Сразу, без замедления, получаем тридцатого Ну, хорошо, что он хоть жрет еды не так уж много А то я ее постоянно продаю, обмениваю на баксы, обмениваю на гены Да еще и пахегалозаврика своего подкармливал, а он жрет, дай боже Забавно такой, опустил руку, как будто бы, знаете, Винни-Пух в банку с медом В горшочек с медом Так У-у-у-у Тут он вообще на какую-то летучую мышь похож Кому похож, ребят, на голову летучая мышь Смотри Такой нос, вроде бы Ээ, какому летучих мышей он обычно такой, противный Особенно у вампиров Те, что пьют кровь, вообще жутко они некрасивые Так, ну, как бы не особо поменялся Такие вот, стал похож немножко на росомаху да сейчас его разглядим поближе так ну вот такой нарост какой-то на носу появился побольше стал ну а в целом он мало изменился не знаю хорошо или плохо кому как а кто у нас здесь рыбешечка так у нас максимальный левел и показатели у него конечно не впечатляют ничем сейчас мы пойдем на аренку у да ребята это же под завтыкал мы же обычно делали несколько боев до двадцатыми тридцатыми а потом мы шли еще сложиться депротодоном ну ладно 758 на 142 запоминаем эти показатели и пошли 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 его искать 758 жизни это довольно далеко а сейчас пока я снимаю это видео уже появилась в виповских наборах и аламбия ну что ж нужно будет значит раскошелиться нужно ее будет прикупить так архиатерий так саркостодон стоять я уже куда-то прокрутил 700 вот 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 он у нас тут вообще шикарно давайте что будем делать вот так вот так вот так вот так и вот так погнали заодно сравним его с саркостодоном и амфиционом у саркостодона кстати зубы тоже так как-то нестандартно стоят так 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 в общем то все отлично эриопс вообще шикарный первый противник для нас у него слабый удар то есть мы здесь спокойненько себе отсидимся так ну самый сильный это здесь а кто здесь самый сильный на сложно сказать кто будет из них самый сильный раджа раджа завр или стегозавр но раджа запуск скорее всего так нас атакует на 4 и нас убили блин ну ладно лишний удар нанес но то не страшно 117 сила удара раджа завра и он бьет по полной так значит значит нам нужно завалить двоих прикольно выглядит прикольно ну реально напоминает гибрида летучей мыши и росомахи прическа от росомахи а морда какая-то от летучей мыши блин ну вот это ж надо было так я думаю два удара то мы выдержим от стегозавра на тебе по щам ну и по полной атакуем тогда это было жестоко вот выглядит ужасно да какой прям из какого-то фильма ужасов можно его туда смело поместить как там это сейчас идет до фильм тихое место например туда дать ему ген каракатицы чтобы он был невидимым и и в фильм 40 генов это хорошо закрываем и давайте еще разок сделаем еще один боёчек так 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 вот где то здесь ухты синтета церас синтетик по простому так вот эриопс здесь так вот вижу уинтатерия нет он здесь нам пожалуй не понадобится так довольно много здесь у нас животных так так где же ты вот дипротодон вот только аж здесь я его нашел давайте возьмем капразуха дипротодона 45 это совсем немного и и и и и ну и пусть будет раджик так 300 140 140 то есть 1 у нас конечно довольно грозный я его за два удара могу вынести но он сейчас подменится ничего страшного это не больно делаем так хорошо выглядит капразуха моделька капразуха вообще прикольная шикарная тут главное конечно вот сейчас бы не хотелось потерять но на самом деле не не очень важно 2 отлично мы должны выжить это супер ну хотя не знаю подменяться мне сейчас смысла есть нету ну ладно побольше будет добыча нашему дипротодону так и у его величество дипротодон великий и ужасный делаем вот так спинника вынесли и давай 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 мы даже бы даже баллы не считал как обычно метриоконтозавр выглядит отвратительно на начальных уровнях там ниже 10 даже ниже 20 может быть так но мы его завалим по любому одним и кузовом перегрызли ему глотку были ну страшная страшная тварь выглядит страшно не то что милый вомбат эремотерия до сих пор не прокачал ребята так возвращаемся в наш зверинец так что так быстро крутишься и вот такой вот у нас ребятки дипротодон а на 7 я с вами прощаюсь как говорится кланяю и снимаю шапу и до скорых встреч не забудь поставить лайк всем пока